Всем привет, с вами Ультра, и это очередная серия Click and Desimods. В прошлом выпуске мы рассматривали карьеру, сейчас же я покажу несколько усовершенствований. И начнем мы, наверное, с, ну скажем так, беспроводной транспортировки лута посредством штуковин, который добавляет мод Thermal Expansion. Называется он Tesseract. Итак, есть три вида. Для предметов, для энергии и для жидкостей. Но, для начала нужно скрафтить корпус Tesseract, то есть вот такую штуку. Олово, алмаз и закаленное стекло. Расплавляется вот так. Две обсидиановых пыли и слиток свинца. Дальше нам этот корпус надо заполнить жемчугом эндера. Перегончик жидкости, это все механизмы из Tesseract Expansion. И под конец настроить. Вот здесь два слитка серебра, слита колова, пневматический мотор, заполненный тессеракт и вот здесь слита, который будет определять его тип. Оловянный даст тессеракт для предметов. Электрумовый, для энергии. А медный, соответственно, для жидкостей. Итак, нам понадобится тессеракт для предметов. Для начала остановим карьер. Поэтому надо щелкнуть вот здесь. Карьер встал. Подождем, пока отсюда уйдет лут. И ставим вот здесь тессеракт. Видим, девайс инэктив. То есть, железка не работает. Конфигурация. Возле карьера ставим send only. Доступ к устройству. Если на сервере, то тут вот так. Тут можно оставить. Здесь можно не трогать. Вводим любую частоту. Оставлю единицу. Так. Лут идет довольно медленно. Поэтому это, так скажем, особенно от отдаленных от системы сортировки карьеров, будет быстрее. Не буду говорить на сколько. Поскольку очень даже. Очень даже, я бы сказал. Здесь тоже делаем единицу. Но здесь синюю стрелку. То есть, нужно нажать сюда два раза. Receive only. Лут проскочил. Делаем вот так. Попробуем запустить карьер. Блин, не могу найти рычаг. Сказочно. Довяжок не захотел заводиться. Хорошо. Давайте схитрим. Таким вот образом. Карьер снова заработал. Но лут мгновенно перемещается от карьера. К системе сортировки. Вот видим. Сюда уже попал уголь. Вот это я забираю с собой. Подточнее, чуть-чуть подредактирую конфигурацию. Булут далеко не ехал. Это туда. Попробуем. Если что, подключу. Места хватит всем. Лут идет. Ну и сказочно. Кстати, таким образом можно подключать несколько карьеров на одной частоте. То есть, допустим, у вас три карьера. Все на частоте 1, но с конфигурацией send only. То есть они только отправляют. Тессеракты на прием работать не будут. И здесь мы используем только прием. Receive only. Давайте-ка попробуем сделать то же самое с жидкостями. Так. Для этого поставим вот сюда тессеракт. Зададим ему частоту 2. Опять send only. Здесь частота 2. Прием. Профессор, конечно, лопух. Но железяка работает. Как видим, уровень воды не падает, несмотря на то, что двигатель ее активно ест. Вон, уровень воды в трубе не меняется. Замечательно. Топливо можно проделать то же самое, но здесь труба короткая, не будет. Также можно сделать энергетический тессеракт. Но, заметьте, энергию с помощью тессерактов передавать трудновато, поскольку этот вид тессерактов имеет потери. То есть, допустим, вы передали 10 майнджоулей за тик. А придет только 8. Потери 20%. Весьма существенно, особенно при передаче больших объемов. Это все равно как деньги на телефон в сером терминале ложить. Кинул полтинник. А пришло только 30. Или 40. Считать не хочу. Вот такая вот штука, которая... Вроде и не сильно мудреная, но очень сильно повышает удобство игры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте палец вверх. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok